Сегодня уже пятая встреча исторического клуба. И все встречи мы посвящаем 65-летию Магаданской области. И сегодня мы ее посвящаем Александру Михайловичу Бирюкову, человеку известному писателю, журналисту, публицисту, политику. Мы так и называем его многогранный Бирюков. Невозможно вместить все его таланты в одну какую-то биографию, очень короткую. Поэтому, я думаю, сегодня будет очень много желающих поделиться своими впечатлениями, на встречах с этим замечательным человеком. И нам очень хочется, чтобы его книги читали, чтобы помнили его на территории и помнили все то, что он сделал для нас. Эмоций много и сложно, наверное, их объяснить. С одной стороны, это теплые эмоции, радостные, связанные с тем, что сегодняшние мероприятия, на которые пришли и придут еще много коллег Александра Михайловича, друзей, друзей школьных, друзей университетских, друзей по жизни. И знаю, что завтра в областной библиотеке в нашей Магаданской готовится вечер, посвященный Александру Михайловичу. Поэтому, конечно, воспоминания и настроение теплое. А с другой стороны, грустно. Грустно, потому что нет его с нами, нет его дома. И поэтому, конечно, грусть присутствует. Я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто сегодня пришел, придет и помнит об Александре Михайловиче. И хочу поблагодарить организаторов и участников завтрашней встречи в областной нашей Пушкинской библиотеке в Магадане. Просто низко кланяюсь и очень благодарю. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы посвящаем эту встречу юбилею, который бы состоялся, если бы Александр Михайлович с нами был завтра. Ему бы исполнилось 80 лет. Многим вещам, связанным с осмыслением каких-то исторических моментов, с пониманием какого-то глубинного смысла процессов, все равно я учился у него, Александр Михайлович. Вроде бы он не профессиональный историк, но многому, повторю, я у него научился. И важно, что то, о чем я хотел сказать здесь сегодня, для меня, конечно же, он более интересен, ну, как писатель, как общественный деятель, конечно, но всегда более пристально, что называется, я наблюдал за его публицистикой исторической, которая зачастую, с моей точки зрения, она приобретала даже не обычный публицистический характер, где сильны допуски, преувеличения, какие-то гиперболы. А здесь это была, знаете, публицистика-расследование. Вот у Александра Михайловича есть прекрасная книжка, называется «Колымское триединство». Чудесная книжка. Но я хотел бы сегодня говорить о триединстве другом. Вот для меня, Александр Михайлович, в работе моей профессиональной, в исследовательской работе, для меня воплощение очень интересного триединства, который бы я сформулировал так, так бы сформулировал. Это история, историческое время, исторический человек. В его работах нет жестких вещей. Жесткость есть только по отношению, ну, к противникам страны, да, к противникам государства. Это безусловно. Но он всегда оставляет допуски, он всегда позволяет читателю самому думать вокруг той истории, которую он написывает. И в этом смысле, в этом смысле, у него всегда есть такая очень важная вещь, как историческое время. Мне ее рассказывал Мирон Марко Четлис. И эту байку я положил даже в название вот своей статьи, вступительной к «Колымским рассказам» Александра Михайловича. На Челябинской пересылке это было дело. Большая камера, конец 30-х годов, и человек 150, большие пересылки камеры. И вот на этап вызывают одного из бывших социал-демократов. Этлис предполагал, что это был Эфрон. Ну, такая великая фигура в социал-демократической истории. И вот его вызвали, он встал, в общем-то, довольно пожилой человек, в кургузой такой, куртежке, в кепочке. И выходя, значит, из камеры, повернувшись к ее обитателям, он очень негромко, так негромко, что все услышали, да, сказал следующее «До встречи в свободной стране». И в этом смысле, как мне кажется, о чем же мечтал Александр Михайлович? И тут я начинаю просто вот свое какое-то впечатление. Вполне может быть, что это и не так было, но это мое ощущение, поэтому уж прошу его принять. О чем же мечтал Александр Михайлович, когда он описывал вот эти массовые круги несвободы? Мечтал о свободной стране. Поэтому, мне кажется, его вклад, я только как и в историке могу говорить, я далек от навыков анализа художественного текста, я не литературовед, хотя скажу, что произведения литературные Александр Михайлович считал, считая их очень интересными и произведениями высокого уровня. Но мне кажется, что вот это его наследие и стремление к встрече в свободной стране – это очень серьезный вклад в нашу общую историю, в нашу общую культуру в нас самих. Я думал, чему меня в первую очередь научил Александр Михайлович. Мне кажется, что главное его свойство было – это умение распорядиться своей свободой. Он был абсолютно свободный человек. Он менял места работы. Он был журналистом, он был книгоиздателем, он был историком, он был писателем, конечно, в первую очередь. Но всегда его изменение статуса происходило не потому, что какие-то обстоятельства ему это навязали, а потому, что он сам приходил к такому решению, и если он считал, что это решение правильное, то он его принимал, шел по этому пути, и, может быть, иногда близким, его решения были не то, что не вполне понятными, они были понятными, но, наверное, неожиданными. Многие решения были. Я помню его как очень светлого человека, очень светлого. Вот я говорю, для меня почему-то он никогда не был журналистом. И самое интересное, что когда я уже должен был сложить свои полномочия, я собирался ехать в Магадан, и я сразу подумал, что вот с АПКОРом АПН, работая на зарубеж, который знает всю внутреннюю специфику этого края и знает, что можно говорить, а о чем лучше догадываться, что лучшего кандидатуры, чем Саша, не будет. У него было очень много свободного времени в связи с этим для занятия своим любимым изыскательским делом, архивами, составлять там справочки всякие, выписывать. И я вот думаю, что я вот чем-то в этом смысле ему помог стать большим писателем. Острота новых впечатлений, свежесть новых встреч, новая природа, да причем такая природа, которую в России, в Центральной России, где-то не встретишь, конечно, так повлиял. Но мне, видимо, так сильно повлияли, что я стал писать рассказы. Конечно, тяготение у них, к слову, было. Я журналист, профессиональный, можно сказать, еще закончил Воронежский университет, факультет журналистики. Но на рассказ покуситься не мог тогда. Думал, что эта высота не для меня. Ну, тогда я написал несколько коротких рассказов и отправил их вальмонах на середине. И буквально через, ну, несколько, там, может быть, недель пришел в ней ответ, где неизвестный мне редактор Бирюков Сан Михайлович во всю хвалил мой рассказ. Это меня просто удивило. Рассказ назывался «Лей так далее». И через полгода он был опубликован вальмонахе на середине. Для меня это был удар такой, что я не устоял и стал писать постоянно рассказы. Так что знакомство с ним означало вход мой в литературу. Пусть скромный, пусть с первыми рассказами моими. Но, тем не менее, он был мой крестник и все это такое. Дальше он пригласил меня на семинар молодых писателей. Конечно, мне редактор районки не пустил туда, говорит. Еще нам не хватало писателей в редакции иметь. Там он раз работа, непочатый край не пустил, но и не пустил. Тем не менее, когда я приехал однажды по своим делам в командировку в Магадан, я позвонил по телефону, который он мне любезно предоставил. И мы с ним встретились, это была наша первая встреча, которая прошла очень тепло, мне много расспрашивал. А когда интересы у человека не поддельны к другому человеку, то это, знаете, воодушевляет, как-то окрыляет, хочется здесь рассказать. Ну и, наверное, я много ему чего лишних тогда наболтал. Что-то ему, может быть, понравилось. Мы стали с ним дружить. Вот с тех пор я веду счет нашей дружбы. Вот это наша знакомство. Скажу, что и потом в течение всей нашей жизни здесь на Колыме наша дружба не только не прерывалась, но, мне кажется, наоборот, креплая, обрастала какими-то деловыми подробностями, там, форумами. Ну, например, в лихие 90-е, когда, вы знаете, всем тяжело было, и всем очень плохо было, непонятно было, куда и зачем мы идем, ну, я тогда организовал издательское агентство, как называемое, ну, частное издательство, Курсив он у меня назывался. Ну, и главным редактором у него литературным, конечно же, пришел Александр Михайлович Бирюков. И вы знаете, что он мне предложил? Не какой-то переиздавать там, ну, простите, детектив, чтобы была очень большая мода, не какой-то такой на пробу, ну, нехорошим людям всякий секс, порнография, чтобы заработать деньги. И даже не Библии, которых тогда было мало, и многие на них зарабатывали, и даже не учебники, которых вообще тогда не было, и было очень тяжело, он мне предложил пересдать книгу Ивана Горающенко, прописан на Колыме. Вот это меня поразило. Я говорю, а почему вас это так тема интересует? Он говорит, во-первых, эта книга вышла, хотя она тогда и большим тиражом, когда Иван Горающенко ее издал, но она прошла уже почти больше 10 лет, ее нет нигде, ее нигде не встретишь, ее не купишь. Во-вторых, эту историю нам еще предстоит поднимать. И ее слова так оказались пророческими. Мы издали эту книгу тоже большим тиражом, и она успешно сразлетелась. И я еще тогда поделился ее не только такому правительскому дару, пониманию обстановки, но и какой-то коммерческой жилке. Первый свой рассказ написан на ученической тетради. Я послал в Магаданскую правду. Назывался Мбуран, имя собаки. Я совершенно не знал, не понимал, как мгновенно появился в печати. Какой год? 68-69, я точно не помню. Вот. Появился в печати, я, естественно, взлетел на крылья, я помню, что могу писать. Дело в том, что самому Берякову достался рассказ, что я больше всего даже мог предполагать. Как, я помню выражение Каштанова, с этой какого-то партина. Говорил так, как мог советский шахтер убить советскую собаку? Там, походу, рассказали. Я узнал потом, что на Сашу свалилось колоссальное количество неприятностей, но он все-таки выжил. Потом мы с ним сталкивались на телевидении. Меня поражало его умение защищать свои работы. А когда он издал книгу «Прощание со змеем», совершенно неожиданно, зашел свой звонок, образ сказал, что он меня написал рецензию об этой книге. Понимаете, я уже ученикова, написал рецензию о своем гуру. И у меня замкнулся круг общения, как бы, хотите, Саша, скоро же умер. Но я понял одну вещь. Я стал вспоминать его жизнь, читать эту книгу, я понял одну вещь, которую, может, мы не все замечали. Он был неописуемый смелым человеком. У него было то самое гражданское мужество, что вы говорили, что был соколянский. И вы знаете, после этих вот, когда я уже оценивал свои работы, я понял, что несмотря на то, что мы виделись мало, что, в принципе, только два ключевых момента было в наших отношениях, я сегодня стал писать только о том, чего я хочу писать. Ни разу больше я не поддался ни давлению, ни желанию заработать даже, кроме, конечно, публицистики. Так что сам Михайлович, даже в таком небольшом, что ли, общении со мной сумел изменить мой мир, придать уважение и настоящее интеллигентского мужества, смелости. Ну и, конечно, я очень счастлив, что последняя лицензия книга была моей. Все, спасибо. Был человеком остроумным, принципиальным. С ним было не очень легко спорить. И даже, я бы сказал, просто трудно спорить. Он был старше меня, опытнее, но не демонстрировал свой опыт. Наоборот, он умел слушать и слышать. Это большое дело. Это к нему очень располагало. И, видимо, Гейма пришел с подошла, а он мне тем более. Но получилось так, что у нас появились общие интересы. Хотя мы и довольно много спорили. Например, об Эдуарде Петровиче Бердине. У нас были разные точки зрения. И мы спорили часами. Но я придерживался традиционной точки зрения. А он обладал большими материалами, большими запасами. Он меня много научил. И мне было с ним интересно. Ну и уже до этого, на этом, можно сказать, наше взаимное равновесие установилось. Я познакомилась с Александром Михайловичем очень оригинально. В перестроечные времена на Гогольском бульваре по воскресеньям собирался народ. Там раздавали свободную прессу. И я встретилась с одним колымчанином, который был в переписке с Александром Михайловичем. Он сказал, что вот, Александр Михайлович собирает сведения о тех, кто был на нашей чудной планете. И дал мне адрес. Я ему написала. И в ответ получила письмо, что он читал и не верил своим глазам. Дело в том, что Александр Михайлович был поклонником творчества моего деда, Александра Константиновича Воронского. И пытался из Магадана как-то найти но это было сложно. И тут я сама объявилась. Так зависалась наша переписка. Стараниями Александра Михайловича в Магадане вышла книга моей мамы на далеком прииске. Но, к сожалению, мама этой книги уже не увидела. Я ездила в Магадан в 92-м году. Желаю у Александра Михайловича. Это была первая поездка с 59-го года, когда мы на материк выехали. Потом я была в 96-м на открытии памятника Москоскорби. Ну и потихоньку стала издавать книги деда, родителей, себя любимую тоже не забыла. В свое время я издала книгу «Я не сплю в московской тишине через час подъем на Колыме». Это письма лагерных друзей моих родителей, в том числе и письма Варлана Тихоновича Шаламова. Ну, они была большая статья в новой газете на разворот, была презентация в Центральном доме литераторов. Потом я решила издать книгу «Колымское братство». Это письма колымчан, уже адресованные мне. И в том числе, конечно, очень большую роль здесь играют письма Александра Михайловича. А здесь и письма Паникарова, и Виктора Сербского. Ну вот, эту книгу я издала в этом году. Последнее дело наше с ним это был рудник «Прииск» Горького. В 1997 году при вскрышных работах были найдены тела расстрелянных. Вообще на Колыме много мест, где расстрелили. Но конкретных мест до сих пор не знают. И вот случайно, когда проводились вскрышные работы, падает ком земли. В этом коме земли несколько связка людей, просто вот именно связка, узел человеческий. рабочие испугались, просто сколотили ящик, отвезли и закопали на кладбище. Поставили звезду. Александр Михайлович рассказал про этот случай. Было возбуждено дело уголовное в связи с обнаружением трупа. И только в 1998 году мы с ним выдвинулись туда целой группой. Проводили эксгумацию. Тела уже разложились. Но что самое интересное, часть тела некоторые сохранились. Лед, представляете? То есть он, этот человеческий узел, он просто-напросто не полностью разложился. Ну, потом мы перезахоронили после того, как сделали соответствующее заключение. С нами эксперт был, естественно, медэксперт. И когда закапывали уже, я смотрю, он подобрал что-то с земли, вечером мы сидели, ужинали. И он сидит и плачет опять. Вот сентиментальный какой он был. А он держал кусочек ткани, на которой была пуговица. И он сидел и говорит, вот ее кто-то ведь пришил из тех, кого расстреляли. Да, действительно, реальные черепа были с прострелянными. Очень тонкий человек, я еще раз вам говорю. А вообще, семья Бирюковых, это как визитная карточка. Уже приехав из Магадана в Москву, здесь я работал в Царстве Небесное с генералом Селезовым, колымчане знают, наверное, кто это такой. И вот мы случайно просто с ним заговорили. Я назвал вот про семью Бирюковых. И когда он узнал, что я вхож в дом, что я сидел с Людмилой Павловной, это было просто-напросто все. Все вопросы были сняты, и мы дружили. Ну, я приехал в журнал «Смена» и застал этого Володя Новикова за таким разговором. Он отчитывал какого-то молодого парня. Говорит, как тебе вообще... Ты шесть лет учился, получил профессию хирурга и бросаешь эту профессию, чтобы заниматься стихами. Вот, говорит, Игорь, строит нам Химки Ховрина, пишут стихи, мы его печатаем, а я такой гордый, а я уже не строю Химки Ховрина. Он говорит, а что ты делаешь? А я говорю, а я работаю внешнадным корреспондентом московского комсомольства. Он говорит, «Ну, мой друг, если уж менять профессию, то надо начинать не с московского, а с магаданского комсомольца». Я говорю, «Почему?» Он говорит, «Ну, слушай, ты хочешь книгу издать, стихов?» Я говорю, «Ну, конечно. А когда ты ее в Москве издашь?» Я говорю, «Понятия не имею. А там ты ее издашь через год, через два». Я говорю, «Почему?» «А потому же, там своя издательство, писательская организация, там пять-шесть человек». Короче говоря, мне эту заранил мысль. Я приезжаю и к Саше. Я говорю, «Саша, вот такая история». Он говорит, «Слушай, поезжай, я тебе советую. Там очень хорошие ребята в этом магаданском комсомольце». И, короче говоря, Номиков списался с Белявым Сергеем, который тогда возглавлял. Они сказали, «Да, им нужны». И, значит, вот я таким путем отправился в Магадан. А потом, Саша, закончив высшие сценарные курсы, вернулся тоже в Магадан и стал работать в Магаданском комсомольце. Он был зав. в Магаданском комсомольце. Он был его сотрудник. То есть он был мой начальник. Мы очень дружно работали. Хотя бывали, конечно, споры. Саша любил поспорить. Вообще он такой очень принципиальным человеком. А я такой разгильдяю. Знаете, такой, Игорь, всегда нам нужно, чтобы у тебя было два-три материала в запасе. Я говорю, «Ну зачем вам это?» «Если нужно, ты мне скажешь, что сделать?» «Я сделаю, через день будет материал». «Нет, нужно, чтобы у меня в папке волосы...» Из-за этого у нас были очень большие споры, потому что он меня всегда заставлял, не то же заставлял, а понукал, чтобы я сделал обязательно, мы тему какую-нибудь с ним выберем, обсудим, выберем какую-то тему, о чем бы написать. И он мне все... «Ты написал?» «Я говорю, нет». «Ты написал?» «Все, сегодня я тебя отпускаю, значит, с работы, чтобы завтра у тебя материал был...» Я, в общем-то, конечно, всегда, всегда, в основном, в основном, значит, не обманывал его. Вот. А потом, а потом, а потом, значит, я... Да, у меня вышла книжка в 68-м году, в начале 68-го года у меня вышла книжка. Мы ее с Сашей там очень хорошо отметили. Такая тоненькая книжонка, звуковой барьер, по которой, кстати, меня, по этой книжонке и потом по рукописи, которая была у меня в Молодой Гвардии, но в основном по этой книжонке меня приняли в Союз писателей. Вот. Так что Саша в моей судьбе сыграл очень большую роль в царстве небесной и светлой памяти. Очень пристательное, спасибо. Хорошие слова и так далее. Это ручка с золотом, поэтому это как золотой пирог, понимаете, это какой-то символ для вашей семьи. Мне надо что-то писать, начать. Ну да, автомат не надо покупать, чтобы ее охранять. Ну это и правда золото. Поэтому Колымский такой вам подарок для того, чтобы вы подольше, подольше нас радовали своей активностью. Мы вас очень любим. Спасибо. Дорогая Пожарка Вот так и здорово мы, Граждане Константиновне и своей женой дарим тебе в день 80-летия дорогого Саши. Спасибо. Спасибо большое. А сегодня я хочу эту книжку подарить Ниле. Спасибо. Вот. И здесь написано «Дорогой Ниле» от автора в знак памяти о том, кого мы любили. Спасибо. Спасибо большое. А мы такие зимы знали, вжились в такие холода, что даже не было печали, но только гордость и беда. И в крепкой ледяной обиде, сухой пургой ослеплены, мы видели, уже не видя, глаза зеленой весны. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Один из моих сердобольных коллег недавно спросил меня, видимо, под влиянием какой-то ностальгической передачи, нет ли у меня где-нибудь поблизости какого-нибудь юбилея. Да нет, подумал, сказал я, вроде бы до 60-ти еще не доехали. Да, время летит с фантастической скоростью. Вот ведь, кажется, едва успел человек произнести вслух эти слова, а к тому дальнему, вроде бы, юбилейному пункту уже приехал. Представляем юбиляра Александр Михайлович Бирюков, автор авторских передач, которые уже не первый десяток лет смотрят телезрители нашего канала. Наверное, это катастрофическое нархайство и чудовищное самомнение, но мне, выросшему в большой московской коммунальной квартире, а потом прожившему в Магадане теперь уже почти 40 лет, и наш не такой уж маленький город стал казаться очень большой, но все-таки коммунальной квартирой, где все или почти все друг друга так или иначе знают, хорошо или не очень кто к другу относится, а главное живут вместе одними заботами и интересами. А в этой коммунальной постройке есть у меня несколько комнат или воспоминаний о них, особенно дорогих. А мы с вами в Нагаево, на территории бывшей Нагаевской культбазы. Я хотел вам показать одно из немногих сохранившихся ее зданий, но, увы, совсем недавно оно, видимо, было снесено. Я хотел показать вам это здание, может быть, еще и потому, что его видели самые первые заключенные, которые прибывали сюда, хотя, конечно, им было не до школы. А судьба колыбских заключенных начиналась далеко отсюда. Ну, во-первых, я тут родился. и несмотря на то, что жизнь моих родителей сложилась в определенной степени драматическим образом, хотя и не самым трагическим, вот, мне было отчаянно интересно, в семье сохранилось доброе отношение к Магадану. и мне было отчаянно интересно посмотреть, где я родился. Ну, с другой стороны, конечно же, я, как выпускник юрфака, имел какое-то представление о том, что такое колыба, ну, хотя бы самое относительное, хотя бы потому, что уже где-то начиная, ну, курсы со второго, да нет, мы после, после первого курса мы поехали на свою первую студенческую колыбу с песней я помню от Валентского порта. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, мой дорогой юбиляр. Наверное, сегодня самое трудное у нас с тобой будет удержаться в каких-то официальных рамках. В июне этого года, к дню открытия в Монументе Скорби, в Магадане вышло вот это вот замечательное здание, оно называется «Художники-узники колымских лагерей». В разгар массовых репрессий в 37-38 годах в начале Великой Отечественной войны немало было арестовано и здесь, на месте, из числа жителей коренного населения и вольнонаемных работников Дальстроя. Но, повторюсь, основная масса заключенных прибывала сюда из разных концов страны. Великой Отечественной Великой Отечественной Великой Отечественной Северной Великой Отечественной Великой Отечественной Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое за то, что вы сегодня пришли и провели с нами этот вечер Спасибо большое и спасибо Магаданскому землячеству, спасибо Анатолию Ивановичу Спасибо всем большое-большое и пожалуйста, пойдемте попьем кофейку Спасибо за просмотр!